В последнее время много консультировал по поводу системы отопления. Люди обращались с разными проблемами. У кого-то кто-то замерзает в своем доме, у кого-то плохо работает система отопления, у кого-то котельная хорошо греет дом, но плохо греет горячую воду. И я обобщил и систематизировал все вот эти ситуации и выявил 7 типовых ошибок, которые допускают при строительстве системы отопления. Первая ошибка – это отсутствие расчета тепловых потерь и отсутствие проекта. Такие ошибки приводят к тому, что заказчик получает не всегда то, что он хочет получить, и он вообще не понимает, что в итоге выйдет. И система отопления не соответствует его ожиданиям и его запросам. Как правило, строительство без проекта приводит к тому, что люди перезакладываются по оборудованию, покупают лишние радиаторы, лишнее оборудование, делают, ставят всякие группы быстрого монтажа, дополнительные насосы, котел помощнее, и, соответственно, тратят больше на это денег и получают большие громоздкие прожорливые системы отопления. Или другая крайность, наоборот, делают систему в дефиците, мощности ее не хватает, не хватает мощности тепловых приборов или мощности котельной, и в итоге люди просто замерзают или испытывают дефицит по горячей воде. Следующие ошибки связаны с выбором монтажников. Это огромный пласт вообще ситуаций и проблем, как выбрать нормального монтажника, компетентного, квалифицированного. Мы обязательно об этом сделаем несколько публикаций. Накопилось большое количество историй на этот счет, начиная от того, что привлекают вообще некомпетентных людей, каких-нибудь отделочников, бетонщиков на строительство системы отопления, а потом заказчик просто хватается за голову. Заканчивая всяких жизненных ситуаций, там ушла жена, кончились деньги, потери здоровья, или просто люди спиваются и берут деньги, берутся за работу, а потом ее просто бросают, и заказчик не знает, что в этой ситуации дальше делать. Третья ошибка – заказчики самостоятельно закупают материалы и оборудование. У многих заказчиков возникает желание и соблазн на этом сэкономить, но многие недооценивают, что снабжение объекта – это тоже работа достаточно сложная, кропотливая. У меня были объекты, которые укомплектовать было сложнее, чем смонтировать. И возникают организационные, логистические трудности, что купить, где купить, как доставить, погрузить, разгрузить, хранить. И в последующем возникает ситуация, когда нужно что-то докупить, что-то нужно обменять, возможен какой-то брак, разносортится. Это все кто-то должен выполнять, и заказчики, как правило, когда возникают такие трудности, уже не хотят этим заниматься. И возникает, опять же, из-за проблемы с поставками возникают срывы сроков и простой. Четвертая ошибка – заказчики консультируются со всеми подряд. Начиная от тещи, соседа, какого-нибудь знакомого. Чаще всего это люди, которые никакого отношения не имеют ни к стройке, ни к системам отопления. И на основании вот этих мнений, чаще всего ошибочных, люди принимают свои решения. И прежде чем продолжить рассказ о типовых ошибках, приглашаю вас на онлайн-семинар, который я буду проводить 25, 27 и 29 июля 2022 года. В описании к этому видео есть ссылка на сайт и промокод для получения скидки на участие. Участие платное, стоимость невысокая – от 1,5 до 5 тысяч рублей. Тема будет «Система отопления, водоснабжения и канализации в загородных домах». Буду рассказывать о современных тенденциях, показывать примеры, как устроены системы отопления, водоснабжения и канализации. Отвечать на ваши вопросы – проходите в описании, регистрируйтесь и до встречи на семинаре. Пятая ошибка – заказчик рулит процессом строительства. И тут разные сюжеты, разные ситуации. Бывает так, что просто люди такие, что им важно все контролировать, всем командовать, всем рулить. И делают это зря, особенно если работают нормальные, адекватные, квалифицированные монтажники. И таких людей это обычно раздражает. И от таких заказчиков обычно бегут. Бывают ситуации, когда монтажник неквалифицированный и неопытный. И заказчик это начинает ощущать. И перехватывая таким образом управление, начинает самостоятельно рулить. Но проблема в том, что в большинстве случаев заказчики сами неквалифицированные и неопытные. И начинает рулить менее квалифицированным, менее опытным монтажником. И получается ерунда. Шестая ошибка – нарушение последовательности действия. Мое самое любимое – когда мы приезжаем на объект, заказчик хочет, чтобы ему сделали систему отопления. А у него уже полностью сделан ремонт. Уже вся выполнена чистовая отделка. Паркет, обои, потолки – все готово. Только заезжай. И нужно смонтировать отопление. Начинаешь объяснять, что придется что-то испортить, что-то повредить, что-то переделать. Потому что нужно пройти из помещения в помещение. Нужно пройти с этажа на этаж. Это опять же какие-то демонтажные работы. И люди хватаются за голову. Как же так? Мы вот все сделали, у нас все классно. А теперь нужно что-то переделывать. Или другая ситуация, когда нас вызывают на монтаж водоснабжения и канализации. Мы приезжаем и видим, что уже смонтирована система отопления. Уложены теплые полы. А иногда даже уже сделана стяжка. И заказчик вспоминает о том, что было бы неплохо, чтобы была еще и вода и канализация в доме. Седьмая ошибка. Накидывание новых задач. Часто такое бывает, когда уже система построена. Заказчик вспоминает, что хочу поставить там еще два дополнительных радиатора. А еще у меня будет гостевой дом. Еще будет баня. А еще я планирую бассейн с подогревом. А уже все построено. И соответственно нужно опять придумывать, как эти новые задачи добавить к старым. И не всегда есть возможность это сделать. И чаще всего такая ошибка возникает из-за того, что нет проекта. Или просто система непродуманная. Или заказчик мечется. Не может определиться в своих желаниях, в своих возможностях. И опять же переделать систему отопления. И сделать так, чтобы она новые задачи обеспечивала. Не всегда есть такая возможность. Или это сделать очень дорого. Один мой заказчик часто повторял поговорку. Для того, чтобы добиться желаемого, нужно избавиться от нежелательного. И точно так же вы, разобравшись в этих семи типовых ошибках. И не допустив эти ошибки на строительстве своего дома. Вы гарантированно получите рабочую систему отопления. Которая будет создавать комфорт и уют в вашем доме. С вами был Александр Кузнецов. Жду вас на своем семинаре 25, 27 и 29 июля. До новых встреч!